Акция дает вам право собственности в бизнесе компании, бизнес компания зарабатывает. На определенную дату назначения общего собрания акционеров фиксируется реестр. В мае всегда нужно продавать, в июне нужно покупать. Регистратор должен информировать о том, кто является акционером. Финансовая индустрия в Америке устроена таким образом, что у них финансовый год начинается с 1 октября. Почему для нас, как для инвесторов, это событие важно? Друзья, всем привет! На связи Максим Петров. Я приветствую вас на канале MaxCapital. Мы сегодня поговорим с вами о том, какие есть даты, какая существует сезонность на рынке ценных бумаг. На российском рынке акций, на американском рынке акций. Потому что много по этому поводу есть суждений, что, где, когда инвестировать, когда лучшее время для этого. Опять же, я буду говорить о том, что было в моей собственной практике. Чем, вернее, это объясняется? Почему таким образом происходит? Это вызвано, как правило, какими-то объективными причинами. С другой стороны, нужно понимать, что это не является рекомендацией к действию, ни в коем случае не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Это некое такое правило, которое работает. Но из каждого правила есть исключение. Бывают события на рынках, которые никто не ждет. Бывают черные лебеди, когда сценарии непосредственно ломаются. Но, когда все хорошо, все стабильно, обычно мы можем видеть определенные паттерны, которые можно использовать, которые нужно понимать, для того, чтобы какую-то долю дополнительной прибыли получить себе в карман, как долгосрочный инвестор. Итак, давайте мы будем двигаться. Первое, о чем хотелось бы поговорить, это сезоны дивидендов. Сезоны дивидендов, почему это важно? Потому что, как правило, есть период, когда акция торгуется с дивидендом. Что это значит? Это значит, что акция имеет свою определенную цену. Акция дает вам право собственности в бизнесе компании. Бизнес компания зарабатывает. Зарабатывает и после того, как заработал, то на общем собрании акционеров принимается решение о выплате дивидендов. То есть, если у компании была определенная чистая прибыль, то эта чистая прибыль направляется на выплату денежных средств, дивидендов. Акция торгуется с учетом этих дивидендов. То есть, цена, по которой торгуются акции, она включает в том числе и дивиденды, которые будут выплачены. Когда происходит закрытие реестра акционеров, то есть, на определенную дату назначения общего собрания акционеров фиксируется реестр. То есть, кто является собственником. Потому что, когда акция торгуется на бирже, то она в течение дня может поменять собственника несколько раз. Несколько десятков, сотен раз. Если это какая-то, это скальпинг, да, одна и та же самая ценная бумага может поменять собственник в тысячу раз. И поэтому происходит, когда закрытие реестров, то регистратор должен информировать о том, кто является акционером. Это называется отсечка по реестру, дата закрытия реестра акционеров. И почему для нас это важно? Потому что на следующий день, после даты закрытия реестра акционеров, бумага торгуется уже без дивидендов. Это называется так называемый дивидендный гэп. То есть, бумага торгуется без учета дивидендов. Почему для нас это важно? Потому что в России исторически сложилось таким образом, что у нас дивиденды по акциям выплачиваются раз в год. Согласно закону об акционерных обществах, раз в год должно быть проведено общее собрание акционеров, на котором в том числе принимается решение о выплате дивидендов. И в этой ситуации, из-за того, что это происходит раз в год, как правило, это происходит весною. Весною происходит закрытие реестров акционеров. К концу мая все реестры обычно уже закрыты. И уже с конца мая, начало июня очень многие бумаги торгуются без дивидендов. И поэтому может у человека, который не понимает этих вещей, может сложиться некое такое ощущение, что в мае всегда нужно продавать, в июне нужно покупать. Потому что весной, в конце весны происходит коррекция. Это не коррекция, друзья, это то, что бумаги торгуются без дивидендов. Эти дивиденды, они приходят потом летом. Почему это важно? Важно понимать, что принципиального значения для инвесторов это не имеет. Потому что кто является собственником на дату закрытия реестра, тот получит дивиденды. Кто будет на следующий день, да, он эти дивиденды не получит, но он получит скидку на размер дивидендов. Поэтому принципиального значения этот показатель не составляет. Но если вы непосредственно инвестируете, если вы только-только начинаете свой путь в инвестиции, то в этом случае, наверное, имеет смысл покупать летом, да, потому что происходят такие просадки. Вы купите, да, с одной стороны бумагу очищенную от дивидендов, но потом в течение года непосредственно эти дивиденды придут, опять-таки с большим количеством оговорок, будет прибыль этой компании или нет. Поэтому это очень важная дата, она на самом деле на российском рынке, вот именно это событие, связанное с выплатом дивидендов, еще очень серьезно влияет на курс валюты, в первую очередь курс рубля. Об этом мы говорили в одном из наших видео. И еще одно из видео, которое мы планируем записать, как раз-таки связано с тем, что мы будем говорить именно об этом. Поэтому, если вы хотите для себя знать четкую закономерность, почему курс доллара сначала весной ослабевает, а потом ближе к августу месяцу начнет укрепляться, обязательно подпишитесь на канал, чтобы получить уведомления о новых видео, потому что в ближайшее время такое видео выйдет. И я думаю, оно вам будет полезно, потому что это позволяет прогнозировать движение валютной пары рубль-доллар в зависимости от дивидендов. Очень интересная, полезная информация. Чтобы она не прошла мимо вас, лучше подписаться на канал. Итак, мы продолжаем. Если мы говорим про Америку, то в Америке нет, наверное, такой прямой зависимости, связанной с тем, что весной продают, летом. Нужно покупать по одной простой причине, потому что в Америке дивидендный сезон, его как такового нет. Потому что компании обычно выплачивают дивиденды раз в полгода. Очень много компаний, которые выплачивают дивиденды ежеквартально. И вот это вот событие, которое я писал с российскими акциями, это, по сути, происходит каждый квартал в Америке. Но в Америке есть другая важная дата, которая должна учитываться людям, кто занимается глобальными инвестициями, кто не любит российский рынок ценных бумаг и инвестирует преимущественно в американский рынок. Здесь тоже есть одна такая дата, которая должна быть для инвесторов ключевой. Эта дата является 30 сентября каждого календарного года. Почему 30 сентября? Потому что финансовая индустрия в Америке устроена таким образом, что у них финансовый год начинается с 1 октября. То есть, чем это обусловлено? Это обусловлено следующим событием, что если у нас сейчас, допустим, идет третий квартал, то в Америке это идет четвертый квартал. То есть, по сути, последний квартал финансового года. Почему-то это важно для нас. Потому что в Америке это устроено таким образом. Заканчивается сентябрь месяц, начинается 1 октября. В октябре подводятся финансовые итоги финансового года. Одновременно с этим, с подведением итогов, к концу октября, началу ноября, производится оценка сотрудников. То есть, их вклад этих сотрудников, определяется программа развития сотрудников, вклад, который он нанес в общий результат бизнеса. И, исходя из этого, выплачиваются бонусы. Он назначается, выплачиваются бонусы. Выплата бонусов, соответственно, происходит на вторую неделю декабря месяца. То есть, чтобы на Рождество все бонусы были выплачены. И, соответственно, Рождество и Новый год было встречено с бонусами годовыми. Почему для нас, как для инвесторов, это событие важно? По одной простой причине. Если мы видим, что год, финансовый год, календарный год, который мы наблюдаем на рынке, он прошел в позитивном ключе, то управляющие, которые получают бонусы, управляющие хедж-фондами, пенсионными фондами, инвестиционными компаниями, банковские сотрудники, трейдинговые подразделения, они все это прекрасно понимают и стараются держать рынок до конца сентября месяца. Или стараются вывести его на новые максимальные значения, потому что в этот период заканчивается финансовый год, оценивается финансовый результат, выплачивается вознаграждение всех управляющих компаний, которые берется от денег клиентов. Очень показательно был год 2019 в этом ключе. В 2018 году первая волна кризиса началась в Америке. То есть в 2018 году все рынки, развивающиеся рынки, развитые рынки, европейские в том числе, то есть китайский рынок, вообще все рынки корректировались, потому что начали сокращать программу выкупа активов в Федеральная резервная система. То есть рынки начали корректироваться. Они начали корректироваться, падало абсолютно все, а Америка стояла. Причем Америка вообще все лето провела в таком растущем-растущем тренде. То есть везде все плохо, ликвидность сокращают, повысили процентную ставку, ужесточают монетарную политику, Центральный банк Америки. Но рынок растет, удивительным образом растет. То есть все падают, американский рынок непосредственно растет. Как только произошел сентябрь, в октябре пела рвая волна кризиса, ну в ноябре-декабре ударила более-более жестко, более-более сильно. Мы вот это вот видим, можно посмотреть на графике, как себя вели индексы американские, именно в 2018 году, в 2018-2019 году, когда все рынки падали, американский рынок рос. Как раз-таки причина заключалась в том, что рынок держали до упора, чтобы просто элементарно получить бонусы, как только 30-е число, рынок соответственно ушел в пикирование. Просто жадность, алчность котов с Уолл-стрит привела к тому, что вот такие моменты могут быть. И когда мы смотрим, допустим, сейчас в 2021 году, то есть в принципе, если мы говорим про глобальный рынок, американский в первую очередь, то в этом случае я более или менее спокоен по той простой причине, что с начала 2021 года неплохие движения идут в индустриальных компаниях, банки неплохо зарабатывают, да, инфляция начинает расти, ожидания достаточно негативные, но посмотрите, и финансовые власти, и Павел, то, что они заявляют, они все успокаивают, все хорошо, все нормально, и думаю, просто незначительные коррекции. В сентябре месяце 2021 года мы можем увидеть обновление каких-то максимальных значений, после чего октябрь и ноябрь, я думаю, будет очень веселым, как для инвесторов, потому что будет возможность купить хорошие, качественные активы по привлекательной цене, так и для спекулянтов, кто может быть, захочет поиграться в эту ситуацию, в эту историю, вот именно заработать на коррекционном движении вниз. Если говорить о вот ключевых событиях, в России для меня это опять-таки весна, потому что закрытие реестров, дивидендной отсечки и хороший момент для входа летом в Америке, это скорее осень, то есть к осени, как правило, рынки обновляют свои максимальные значения, просто чтобы получить бонус, а после этого происходит коррекция, и коррекция, в принципе, интересна, по той простой причине, что это так называемый эффект базы. То есть вы быстро в течение первых двух недель скорректировали эффект базы, бонусы все получили, порезали, зарезервировали на выплату вознаграждения, опустили вниз эффект базы, и опять показываете, что у вас финансовый год прошел очень успешно, интересно, и давайте мы еще получим профис клиентов. Что такое эффект базы? Эффект базы для управляющего. Размер активов под управлением 100 миллионов, вознаграждение управляющего составляет 20% с прибыли, которая будет с этих 100 миллионов. Допустим, со 100 миллионов управляющий заработал 30%, то есть его вознаграждение 20% от 30 миллионов рублей. 30 миллионов и 20% это получается у нас 6 миллионов. 6 миллионов вознаграждения управляющего. Снижаем эффект базы, то есть у нас активов под управлением 80 миллионов, в итоге мы все равно приросли там, то есть у нас не 100 миллионов стало, а допустим стало те же самые 120 миллионов. То есть чистая прибыль уже не 20, а чистая прибыль 40 миллионов. Из 40 миллионов 20%, это получается 8 миллионов. Вот таким образом происходит игра, то есть искусственно занижает базу, с которой будет сниматься вознаграждение. И в абсолюте количество активов, как клиентских, было 100 миллионов, так в принципе и осталось. Но спекулятивно загнав в короткий промежуток времени, снизив эффект базы, ты таким образом просто увеличиваешь себе доходность не за счет эффективности управления, а за счет манипуляций. Финансовые манипуляции ценами на активы, и в конечном счете в проигрыше остается кто? Остается клиент. Выгони ли американские акции из-за того, что дивиденды выплачиваются несколько раз в год? Выгода может быть, ну вообще, в теории, в экономической теории, и в принципе, да, когда я в институте учился, то есть задавали, мы решали такую задачку, то есть как лучше получать зарплату раз в месяц или раз в неделю. То есть на самом деле с позиции денежного потока выгоднее получать регулярно, потому что в этот период можешь направлять на реинвестиции, получать некий денежный поток и снова направлять его на реинвест. Одно дело, когда ты это направляешь раз в год, другое дело, когда ты получаешь четверть и направляешь на реинвест, но при этом на реинвест у тебя следующие дивиденды тоже будут приносить прибыль. Мы сейчас убираем в данной формуле расчета норму доходности, дивидендную, которую получаем. Но если мы говорим о том, что выгоднее, выгоднее получать чаще. После того, как мы ответили на вопрос, что выгоднее получать чаще, и даже в России, может быть, имеет смысл покупать акции, дивидендные акции, которые выплачивают дивиденды раз в полгода или раз в квартал, таких мало, но они в принципе присутствуют, просто потому, что вы можете эти дивиденды реинвестировать. Вы можете купить на полученные дивиденды акции этой же самой компании и уже через полгода получить на большее число акций больше размер дивидендов. И в длительном промежутке времени это действительно составляет существенную долю прибыли. А расскажете о других плюсах американских акций? Расскажу, но это, наверное, уже за темой сегодняшнего выступления, поэтому могу призвать еще раз подписаться на канал. Это очень просто сделать, щелкнуть на подписку и колокольчик. Очень важно, почему колокольчик, потому что тогда вы получаете уведомления о новых видео, и получаете их оперативно, вовремя, для того, чтобы использовать эту информацию для прироста вашего инвестиционного портфеля. В принципе, у меня на этом все. Если понравилось видео, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, какие, на ваш взгляд, еще есть интересные и важные события для частных инвесторов именно в календаре, которые не были озвучены, на которые вам кажутся действительно ценными и важными и требуют, допустим, моего комментария и рассмотрения. Обязательно прокомментирую, если будет действительно событие, которые влияют на движение цен активов. Это будет полезно и для слушателей, и это будет полезно в том числе и для меня. На этом у меня все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok